Ну что, опять же, конец апреля и какое-то там число, последняя декада, и у нас пошла вспышка, пошли цвести косточковые так называемые вишни и черешни. Сейчас все это в прунус объединили, в сливы, но я по-прежнему буду называть черешнями. И меня удивило цветение птичьей вишни, оно вообще удивляет, а удивило оно больше всего тем, что мы в Брестской крепости сейчас находимся, и я нашел здесь не обозначено, никак не санкционированное огромное дерево птичьей вишни, ориентировочно лет 40 ему по виду, толщина ствола где-то с пол лобового стекла, и вот мы сейчас видим издалек, как цветет это дерево. Конечно, я в восторге не передать мои, и мне хотелось бы, чтобы как можно больше птичьей вишни росло вообще везде по округе, чем я и занимаюсь. В нашем интернет-магазине можно приобрести саженцы, сигалетки с птичьей вишней, генетика с Минска. Я собираю свои вот эти вот саженцы, которые я вырастил из сладкоплодного дерева, потому что есть немного горчащие плоды, есть сладкие, есть с желтыми, с красными. Кто не пробовал плоды птичьей вишни, это настоящая дикая черешня, просто у нее крупная косточка, и сама черешня имеет размер где-то с вишню обычную, у нее хрящеватая мякоть, характерная для черешни, но есть легкая горчинка. Ягоды, когда созревают, они такого вишнево-черного цвета, до черного. Созревают достаточно рано, в июне, и их быстро растаскивают птицы. И самая большая ценность этого дерева, что это дерево, настоящее лесное дерево, это самое высокое дерево следей плодовых. Мы сейчас видим 20-метровый, где-то 23 метра, 25 метров экземпляр. А бывает она и выше в литературе, и в Карпатии. В Карпатах я видел 30-метровые деревья. Ну, сейчас мы подойдем ближе, я продолжу рассказ. Что мы ощущаем на подступах, вот видео не передает, здесь жужжание как высоковольтная линия. Шмели, пчелы, бабочки, все здесь. Посмотрите, какой диаметр кроны, то есть где-то как высоту 20-25 метров, так ширину метров 15, наверное. Все в цветах. Цветы характерны цветочный аромат, именно вишневый. И вот мы видим толщина ствола. Вот, полу лобового стекла. Много контрафортов, все это. Мы видим, что дерево не формировано, оно росло само. Здесь, если бы его обучали центральному лидеру, эти ветки стоило бы убрать. Но мы видим, что не характерно для вишен. Она не разламывается, достаточно прочно ветки держатся. Хотя сюда и набирается гумус, но вот такая канделяброобразная крона замечательным образом вживается. Мы видим даже, там сверху есть аберрация, это везьмина метла. То есть, какое-то выросло образование из-за старости дерева с укороченными побегами. Оно сейчас смотрится листьями и не цветет. Хотя, возможно, там есть несколько веток цветущих. Что рассказать про дерево? Смотрите, какая красивая кора, какая мощная заживляющая способность. Вон, заживают эти самые обрезанные ветки. И самое главное, интересное, мы везде видим сеянцы этой птичьей вишни. Вот, это сеянец прошлого года, это этого года. Есть прошлогодние, то есть, это дерево в наших широтах, если его сажать в лесу. А наши широты, это Минск, за Минском до севера, Прибалтика, вся Вильнюс туда. Вот, Гдайс, Дыня, Сопот, Курская коса, Ленобласть, все это будет для этого дерева родиной, считай. Вот они везде, сеянцы. Это вот, допустим, скошенные позапрошлогодние сеянцы. Наряду с сеянцами клена, такая же активность здесь по засеву птичьей вишни. Сажайте птичью вишню, для леса, для сада, для природы вы сделаете большой подарок. Ну и, естественно, и вам это вернется. Благодатью. Еще на птичью вишню прививают все черешни и вишни, но они получаются гигантскими просто. То есть, вот мы видим здесь семена, достаточно крупная семечка и, соответственно, есть только же мякоти. Ее нужно сажать для того, чтобы даже для подвоя. Ну, мы прививаем, черешни обычно продают привитые на черемуху, там есть сортовые специальные клоны, типа колта. Это колт есть такой клон, чтобы черешня не растала большой. Но если мы прививаем на птичью вишню, я там не сторонник прививок, просто это знаю, общаюсь с садоводами. Вырастет вот такое вот, похожее на дуб дерево. Соответственно, здесь мы понимаем, что здесь тонна плодов и все это вы покормите живность. Здесь поедят птицы, семенами питаются мыши, белки и, конечно, для природы подвоя. В Карпатах она растет, само собой, просто в составе леса. Вот такой вот мощный, интересный медонос. Ну, а репортаж у нас про мощнейшие медоносы конца апреля, начала мая. Вот, сажаем вишни, слова излишни, как говорится. Продолжение следует...